Вы знаете, что предмесячная комиссия Санкт-Петербурга решила, что нужно присвоить имя Ахмата Кадырова мосту в Красносельском районе. Как Вы относитесь к такому решению? Может ли в Петербурге быть топоним именем Ахмата Кадырова? Как полагаете? В чем вопрос? Ваше мнение относительно того, нужно ли в Петербурге называть мост именем Ахмата Кадырова? Да, это правильный вопрос и принципиально очень существенный. Я считаю, что присваивать какие-либо названия, связанные с архитектурными памятниками, с мостами, плащадями и так далее, недопустимо. Это не Рамзану Кадырова, это отцу его, Ахмату Кадырову, которого взорвали. Ах, это отцу? Да, отцу. Ну, тоже считаю так. Не прошло? Хорошо, тогда я не понял Вас. Значит, хочу сказать, что у нас в Питере, в частности, есть люди и были люди, которые, да, вполне достойны того, чтобы их имя было присвоено. Были у нас жили такие люди еще совсем недавно, как Шостакович. Сегодня жили лауреаты, такие лауреаты Нобелевской премии. Каким был... Вот был у нас Жим Семенов. У нас, я не помню, нет ничего связанного с именем Чайковского, Кадырова, который был композитор мирового, мировой известности. Я не против, ничего не имею. Я считаю, что, наверное, Кадырова старшим имеет права на то, чтобы его именем называли какие-то Чеченской республики. Это их вопрос. Но какое он отношение имеет к Петербургу, я не понимаю. Не знаю просто, чем он связан с Петербургом. Какой вклад в жизнь нашего города он нес, и чем история города с ним связана. Не является ли это какой-то... Нет ли здесь конъюнктуры? Данила Александрович, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, нужно ли спрашивать у горожан, когда присваивают имена новым объектам? Я даже не считаю, что надо горожан ставить перед этой проблемой. Должно быть какой-то принцип. Знаете, в каждой республике у нас есть люди, достойные для того, чтобы их увлековечить. Я, например, был, не понимаю, когда в городе, в Петербурге, есть какие-то улицы, связанные с именами Тореза или какого-то еще... Фучик, а? Фучик. 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 Нет. Кто? Элибаритская улица. Про что? Фучик, что ли? Имена... Кого? ...зарубежных деятелей, Ну, и что? Которыми названы и улицы... Улица Фучик. Тольятти. 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 Город называли у нас Тольятти. Фучико у нас есть. Фучико. Кого еще? Одно дело, когда мы имеем... Робеспьера. Такие имена получаем, которые являются всемирными именами. Так? Всемирные имена. Ну, даже я вам скажу, Улица Марата, Допустим, Это Марат является Личностью, Который Останется Навсегда В мировой истории. Это понятно. Великая французская революция сыграла большую роль И для нашей России. А когда Пройдут годы, И люди будут Спрашивать, А кто такой Кадыров? Как сейчас спрашивают, А кто такой Торев? А кто такой? Даже Фучик, Который был Все-таки писателем И что-то сделал. Так? Видите, Посмертная жизнь Политических деятелей Как правило, Довольно Короткая. Они Быстро Умирают После смерти. А вы Слышали, да, Что в народе Теперь его Хотят назвать Ахматовский мост? Там Ахмат Кадыров, А у нас народ Ахматова Жива И То есть Да, Я в ее Читаю Что вчера На Фонтанке Написали Конечно, Ахматовский мост Ее Слышали Руберевский мост Почитайте Вчера на Фонтанке Почитаем Это все Понимаете Вот Алексей Толстой Замечательный Был Писатель Такой Так Такие Писатели Был Замечательный Композитор Дунаевский Кстати Дунаевским Ничего Не Названо Из писателей Все-таки Мост Блока Александра Блока Нет Мост Маяковского Тоже Нет Мост Чайковского На котором стояли мышь Даже Понимаете Есть улица Чайковского Которая была названа Не в честь композитора Теперь так не говорят Раньше всегда говорили так А теперь говорят Я читала Там были улица Петра Волгова Каляева Чайковского Как председателя Северного правительства Что-то в этом А теперь во всех справочниках пишут Композитора Потому что он учился В училище правоведения Раньше так никогда не писали Можно вопрос Так что вот так Данила Александрович Но какой мудрый Каляева Каляева Но какой народ мудрый Да Какой мудрый народ Вот хотели назвать Ахматом Кадыровым А не Ахмат Ахматовский мост И все Вот у нас были Такие названия Улиц Молчаливые Это гораздо Просто милее Для человека И для города Такие названия Зачем мы себя Привязываем К людям Которые Не Не имеющих отношения К Петербургу Не связаны Мы У нас и почетные Граждане Тоже Так Про почетных Граждан Молчите А Крепилов Почетных Граждан Граждан Это вообще Размертитель Достаточно Вспомнить Площадь Брежнева Которая появилась После смерти Леонида Ильича А потом Там нарушение Не прошло У нас же нет Улицы То есть Моста Лихачева Дмитрия Да Лихачева А ведь был Какой выдающийся Нужно внести Такое предложение Да Так что Давайте этот мост Назовем Давайте этот мост Назовем Дмитрия Лихачева Да Давайте Лихачева Да Конечно Вы бы предложили Моршака Моршака Чуковского Да Вот можно Да Маршак Чуковский Да Многие сейчас Выступают За увлековечивание Памяти Иосифа Бродского Бродского Вообще Эти все Деятели Политические Значит Какие-то Административные Чиновники Чиновники Так У них Короткий век И Не Понимаете Ну Это Трилогия Брежнева Малая земля Это Ничего Эти имена С годами Ничего Не говорят Ни горожанину Ни приезжему Человеку Ничего Так что Пусть Не обижаются Чеченцы Мы их Не хотим Обидеть Мы их Любим Без моста А может быть Может быть Вот смотрите Ну вот возникла Конфликтная ситуация Она совершенно Явно возникла Может быть В этом случае Вообще Уйти От Личности В историю Красного села Она же Уникальная история Там какие-то бесконечные Были военные маневры То Все Может быть Найти какой-то термин Который бы Сейчас все Примерил Рядом с нами Был Перевод Первое его название Дунькин Перевод Шикарное название Шикарное Конечно Затем Его назвали Тоже Крестьянский Перевод Так Сейчас Какое-то Другое Ему название Дали Ну вот Царское Красное село В истории Вот если я Помню Оно знаменито Потому что там Бесконечные Были маневры Там были специальные Не бои А маневры Там все Военные училища Проводили маневры Назовите Мост маневренный И у него будет Ну какая-то Какая-то будет Это надо связать С историей Красного села И не искать Может быть Не искать людей Ну у вас Ну вам надо Маленькую Замернуть Да Можно вопрос По поводу Вашей книги Какой Которой Беседы С Петром Великим Ага Которая Можно Беседы С Петром Великим Можно Вопрос Посмотрел Фильм Владимира Бортко Петр Первое Завещание Сценарий Фильма В частности Положена Ваша книга Беседы С Петром Великим Вот сейчас Я столкнулся С таким мнением Подготавливая Работу О Петре Великом То что Некоторые Священники Сейчас Считают Петра Алексеевича Царя Чуть ли не Антихристом Вот как вы считаете Все-таки Петр Первый Это Спаситель России Или Быть может Антихрист Я вам хочу Сказать У Петра Было Много Встреч С Католической Церковью И Его Призывали Склоняли К тому Чтобы Дать им Какие-то Привилегии Католической Церкви И вообще Чтобы Россия Перешла Католическую Веру Петр Категорически Возражал И не допустил Этого Что он допустил Он допускал Храмы Для католиков Которые У нас Были Тогда Приезжали И до него Были Вот И те же Самые Немцы Это совершенно Другой Подход Наши Церковники Они В этом Смысле Знаете Какие-то Как сказать Они Хотят Чтобы Наши Деятели И в частности Цари Были Более Святы Чем Папа Римский Петр Был По духу Больше Протестант Протестант Не знаю Академические Католики Католики Всех Мастер А зачем Вам Это Святение Я готовлю Публикацию В том числе По вашей книге А вы Из какого Издания Скажите Я С интернет Портала Новая Русская Литература Продолжение следует Продолжение следует...